До лета осталось полтора месяца и перед водогрейной котельной Новоуральска стоят вопросы по ремонту и подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Задача непростая, так как износ городских сетей составляет 83%. Как будет решена проблема, узнаете далее. Теплосети – это важная составляющая в любом городе. Благодаря им у нас с вами дома есть горячая вода, а в зимний период – отопление. Появляются проблемные участки сетей из-за того, что многим трубам уже более 70 лет. И на них нужно провести ремонтные работы. Нам предлагают в течение всего лета на две недели остановить полностью горячее водоснабжение и за две недели опрессовать и отремонтировать сети. В прошлом году за лето мы провели 148 ремонтов. Но их просто невозможно сделать за две недели. Значит, если их делать не две недели, а больше, то, соответственно, месяц или полтора или два у людей вообще не будет никакой горячей воды. Что, в общем-то, на наш взгляд, тоже недопустимо. Ну и второй вариант. Оставшееся время, когда мы закончили ремонты, мы гоняем по всем нашим городским трубам, как зимой, горячую воду. И это приведет к очень большим потерям. И, соответственно, это приведет к увеличению тарифа для населения. То есть, для сравнения, мы смотрели города, в которых тариф в два с лишним раза больше, чем в Новоуральске. Это тоже, на наш взгляд, недопустимо. Администрация Новоуральска совместно с МУП «Водогрейная котельная» вопросы по ремонту теплосетей держат на контроле. А проблемные ситуации стараются решать таким образом, чтобы это не доставляло неудобства жителям. Нужно искать средний вариант. Во-первых, чтобы возможность была провести летние ремонты в полном объеме. Во-вторых, чтобы у людей была горячая вода. Такой вариант мы уже предлагаем несколько лет. То есть, мы подаем теплоноситель по магистрали по прямому трубопроводу, потом через перемычки по другой магистрали возвращаем его по обратному трубопроводу. И у нас всегда две трубы свободно вводятся в ремонт. Но наша единая теплоснабжающая организация, но этот вариант не соглашается и говорит, что нет, надо все гонять по зимней схеме. Качество горячей воды пока оставляет желать лучшего. И возникает вопрос, а что на сегодняшний день делают специалисты водогрейной котельной для улучшения этой ситуации? Уже этим летом мы представили график ремонтов и составили его так, что по трём сетей из четырёх на вторую половину лета мы планируем проведение циркуляции. То есть, уже у нас, у людей, во-первых, будет более хорошее качество горячей воды у большей части города. Ну, а самое главное, управляющие компании говорят, что им необходимо циркуляться для того, чтобы они вовремя до начала топительного сезона могли сдать узлы учёта. Такая возможность им тоже будет представлена. В середине лета предприятие «Водогрейная котельная» запустит циркуляцию воды в Южном районе и районе улиц Советская и Октябрьская. А в начале августа этот процесс проведут и в Привокзальном районе. Главное, чтобы все работы прошли по плану. Валерия Конева, Алексей Кузнецов, Антон Пылаев. Объектив. Итоги.